В императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения премии Лобачевского за 2019 год, в которой принял участие премьер-министр республики Татарстан Алексей Песошин. В 2016 году по решению ученого совета КФУ была возрождена традиция, существующая уже более 100 лет, вручать премию имени Лобачевского достойнейшему из ныне работающих исследователей в области математики. Идея была поддержана на заседании попечительского совета КФУ во главе с президентом республики Татарстан Рустамом Менихановым. Все затраты по премии и проведению торжественной церемонии данного мероприятия взяли на себя попечители университета. Размер премии составляет 75 тысяч долларов. Математика была и будет, я думаю, дальнейшим краеугольным камнем классического образования, а медаль и премия Лобачевского являются нашей данью памяти и уважения к человеку, который заложил его основы в нашем Казанском университете. В этом году лауреатом стал американский ученый Даниэль Вайс, канадский математик, профессор математики в университете МакГилла. Ученый получил премию за доказательство знаменитой гипотезы Хакена. Работа Даниэла Вайса, а также разработанные методы, составляет наиболее значительный вклад в геометрии Лобачевского и теории геометрических групп за последние 40 лет. Проблема была поставлена в середине прошлого столетия и оставалась нерешенной. От имени президента и правительства Татарстана из себя лично лауреата премии поздравил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Математика всегда была в центре внимания Казанского научного сообщества. С момента основания Казанского университета, а затем и других наших вузов, она привлекала внимание самых блестящих умов наших соотечественников, которые, в свою очередь, внесли неоценимый вклад в мировую науку. Благодаря деятельности многих поколений и ученых, Республика Татарстан сегодня является мощным центром компьютерных и математических наук. Только в Казанском федеральном университете есть три института, специализирующихся на этой тематике. Кроме того, в структуре университета действует IT-лицей, одна из лучших общеобразовательных школ Российской Федерации. В своем ответном слове профессор Дэниэль Вайс еще раз поблагодарил Казанский университет за награду и отметил высокий уровень не только истории научной школы, но и современного состояния университета. На этом торжественная церемония не была окончена. Зрители ждали два приятных сюрприза. Детский театр «Радуга» представил спектакль «Россия мне раскрылась тебе Казанский университет», посвященный 215-летию вуза. Кульминацией мероприятия стала первая демонстрация фильма «Пространство Лобачевского», созданного международным творческим коллективом при поддержке попечителя университета. В 2010 году, когда университет стал федеральным путем объединения большого количества вузов, история Императорского Казанского университета могла быть затерянной. И нам хотелось через этот фильм показать, что основные принципы, все-таки они сегодня нами сохраняются, и более того, мы развиваем те же направления, которые изначально были представлены в Императорском Казанском университете. Напомним, впервые премия имени создателя неевклидовой геометрии была учреждена еще в 1895 году. Впоследствии ей несколько раз давали новую жизнь. В новейшей истории Казанского университета было принято решение присуждать премию медали имени Лобачевского раз в два года. Валерия Муратова, Ленардо Влесьяров, Универньюс. Казанского университета